Всем большой-большой привет, меня зовут Яна. Сегодня у нас, если я не ошибаюсь, 28 мая. И вчера вечером я сидела, вышивала, потом посчитала, сколько я крестиков за день вышла, обалдела. Потому что вышла я именно крестиков, не бэкси, ничего, я только крестики вчера вышивала. У меня получилось почти 1400, это очень много для меня, я вышиваю одной рукой. И, в общем, видимо, крестики мне в голову ударили, и после того, как я закончила, у меня возникла такая очень интересная идея. Идея эта заключается в следующем. Значит, прежде чем рассказывать про идею, на всякий случай расскажу, вдруг кто-то у меня впервые на канале, кто-то, может быть, недавно, кто-то вообще забыл. Я живу в Аргентине, у нас здесь все наоборот. У нас заканчивается май, но при этом не заканчивается осень. Да, я вчера как раз под вышивку смотрела некоторые выпуски других девочек на YouTube, давно не смотрела YouTube, и, значит, все рассказывают там про весенние старты, про весенние процессы. Вот, а у нас осень. И осень у нас закончится только 21 июня, да, вот 21 июня, начнется зима. И я подумала, что, в общем-то, есть еще время повышивать осень, еще не все деревья облетели, еще есть желтые, красные деревья. И я подумала о том, что я в этом году не то чтобы совсем не вышивала осень, нет, я вышивала. Я, кстати, вчера вышивала вот этот, простите, вот этот трамвайчик, вы его уже видели в итогах мая. Но, да, вот снимаю я за несколько дней до конца мая, так что покажу тоже. И, в общем, это не единственная моя осенняя работа, но, тем не менее, я поняла, что я достаточно много осенних работ еще не вышивала. В этом году не вышивала, и осень, в общем-то, заканчивается, 3 недели всего осталось, да, ну, чуть-чуть, там, на 2-3 дня больше. И при этом я знаю, что, когда будет в северном полушарии, я снова возьму осенние работы, но эти осенние работы будут именно хэллоуинские, с хэллоуинской тематикой. А вот просто осенние, получается, что если я сейчас за осень не успею, то я вообще, в общем-то, мне будет немножко не в тему. Это не значит, что я не то чтобы совсем сезонная вышивальщица, я могу их брать не в тему, но чаще всего хочется, да, вот, в тему все-таки. Поэтому я решила посчитать, сколько же у меня вышивок остается вот не вышитыми. Не хотя бы разочек я не взяла их в этом году. И я сначала начитала 9 штук, потом, значит, это было в порыве эмоций, потом немножечко подуспокоилась, решила посчитать еще раз. Ничего ли я не пропустила? Казалось, что я одну пропустила, у меня их 10. Я одну из этих вышивок как раз, в принципе, собиралась взять на конец мая, потому что вот, как я вам говорила, я вышиваю трамвейнчик. Здесь я запланировала вышить полторы тысячи критиков, потому что это был выбор телезрителей. На самом деле эта работа называется «Дорога в осень», и это по схеме Алиса Агнец. И я подумала, что у меня останется, скорее всего, еще хотя бы денечек свободный, то есть когда я закончу какие-то нормы, какие-то выборы телезрителей, и смогу выбрать, что я сама как-то хочу, и хочу именно продвинуть в этом месяце. И я думала как раз именно на осеннюю тематику. Ну и вот вчера я посчитала и подумала, может быть, не попробовать успеть до конца осени пошить все эти работы, которые у меня остаются. Хотела по тысяче крестиков, да? На каждой работе сделала тысячу крестиков, и тем самым все их продвинуть. Три недели, ну чуть больше. 10 тысяч крестиков – это не нереально последние дни. Вот вчера, да, я вышла 1400, это не значит, что я каждый день так вышиваю. Сегодня я еще не вышивала, и, видимо, буду мало вышивать сегодня. Но, тем не менее, в принципе, теоретически это возможно. То есть как бы вообще за три недели 10 тысяч крестиков – это вообще совсем возможно. Но я не планирую, конечно, отказываться от своих оригинальных планов. Сейчас небольшое отступление. Я хочу сразу всех, кто переживает. Мне часто пишут, что типа хобби – это не насильно, не должно быть там погоня за цифрами. Я уважаю абсолютно вашу точку зрения, а мне иногда я не впадаю там в какую-то депрессию, или меня не давят долги, меня не давят мои 96, или сколько у меня их сейчас, да, 96 процессов. Нет. Но мне нравится делать какие-то себе планы, сроки, и пытаться их выполнить. Пытаться их выполнить без какого-то там страдания, какого-то там, я не знаю, отказа от еще какой-то жизни там социальной, или там личной и так далее. Нет. Но мне интересно, получится ли, не получится. Понятное дело, что если это будет не в удовольствии, если это будет вызывать какие-то негативные эмоции, я от этого откажусь. Но пока мне хочется попробовать до конца осени вышить эти 10 сюжетов по 1000 крестиков на каждую. И я собираюсь попробовать. Это все в удовольствии, я вам честно говорю. И если у меня что-то не получится, вы это тоже увидите, я совершенно не собираюсь скрывать или там как-то преувеличивать свои достижения. В общем-то, достижениями я это все не считаю, а просто это, скажем так, да, и игра какая-то в крестики, и каждый сам себе придумывает какие-то правила, нормы и так далее. Вот у меня вот такая. Получится выиграть, получится. Спортивный интерес такой. Так, значит, это все вот отступления сделаны. Я подготовилась. Ну как подготовилась, понимаете? Я вчера, это у меня идея, возникла совсем ночи. Я сегодня проснулась, и подумала, что сейчас позавтракаю, сейчас это все соберу. Я собрала, сейчас мы это все посмотрим. И, естественно, я там ничего не... Вот оно все стопочками, как оно мне лежало в мешочках, как это пакетиках. И я предлагаю сейчас залезть в мою сайгу, чтобы посмотреть, что конкретно, как я отбирала, что какие конкретно я там думала по каждой из схем. Я там их немножечко примерно пролистала, просмотрела. Что, предположительно, будет легко идти, что нет. Мы это все посмотрим, а потом, соответственно, я буду делать включение, буду брать по одной работе, и мы будем дальше уже смотреть, как это все продвигается. Значит, я не знаю, что я буду снимать в июне. Ну, явно вы какие-то серии предыдущие видели, и я наверняка... Я не особо сильно об этом рассказывала. Пусть это будет такой вот сюрпризик. Ну, и к концу видео мы узнаем, получилось у меня вышли все 10 работ или меньше, и что там вообще получилось. Давайте переключимся на другую камеру и посмотрим, что же там у меня в сайге, и как я это все выбирала. Итак, поехали. Давайте, значит, у меня в сайге все организовано по мере увеличения продвижения по процессу. Давайте начнем с самого низа и посмотрим, какие схемы я посчитала осенними, какие не посчитала осенними, какие из осенних я взяла, какие не взяла и так далее. Значит, вот эти тыквы, это были закончены еще в прошлом году, поэтому первой осенней работой становится вот эта осенняя работа. Это как раз та схема, которую я собиралась, вообще, когда еще эта идея у меня не возникла, повышивать в этом месяце. Значит, это схема по разработке Татьяны Бабошко. И, значит, я начинала в конце прошлого года и думала, там, страдала, вышивать ли мне по кусочкам эти работы на разных тканюшечках. Так, всем привет. Собачий привет, да. И вот так это у меня выглядит на данный момент, то есть там совсем-совсем это наименее продвинутая моя работа из тех осенних работ, которые я в прошлом году начинала. Значит, я вышиваю эту работу на очень красивые бритни и луга на 3115 цвет. Он такой, типа, как горчичный. Сейчас не передается цвет. К сожалению, дело у нас, видите, к зиме. И чтобы вот так вот хорошо передавался цвет, надо совсем к подоконнику, а я немножечко все-таки на столе разложилась, потому что мне так будет удобнее вам все это показать. Ну вот сейчас, наверное, цвет получше передается, да. Ну все равно синит немного сегодня, синит. Ну вот, значит, эта работа я начала с... Как вы видите, с нижнего кусочка. Вот, да, это вот такая галочка у меня здесь вышита. Так, а, что еще я хотела сказать? Что я примерно смотрела, что тут по сложности. Здесь полукрест. В принципе, полукрест должен хорошо двигаться, да. Участки такие, не очень сильно там разбросаны цвета. Но я персонально не очень люблю полукрест. А до креста, видите, прилично еще. Поэтому, ну то есть я думаю, что оно должно пойти быстро. Но, тем не менее, вот полукрест я люблю меньше. Но тысячу крестиков, думаю, что на этом сюжете можно будет вышить действительно очень быстро. Давайте дальше смотреть, что еще. Значит, это все работы не осенние. Эту я... Она, в принципе, там книги, да, можно было бы соотнести. Но я их там покусую. Ну, в общем, нет. На самом деле особо осенним-то и не пахнет. Вот эта работа, она осенняя, но я ее буду брать на Хэллоуин. Да, потому что вот здесь вот осень, а здесь не осень. И она такая, ну, хэллоуинская, да. Она так и называется Хэллоуин. Дальше, что еще? Алтай, я не... Вот эту вот работу я не стала причислять к осенней, потому что, мне кажется, она не... Не обязательно осенняя. Но, может быть, и осенняя. Ну, в общем, я ее не стала считать. Я не знаю, почему. Халапинь я и так вышиваю. Вот эта работа, она тоже хэллоуинская. Так, зачем я сделала? Это тоже будет на Хэллоуин. И вот следующая работа. Это, по-моему, Татьяна Филиппова. Не помню. Тыквенный веночек. Значит, я его начала. Очень я им горела. Но когда начала, я поняла, что работа-то вообще нелегкая. Значит, вы что? У меня здесь немного. Это ткань моего собственного окрашивания. По-моему, это Моника. Ну, я не буду врать. Я уже, честно говоря, не помню, что я там окрашивала. Значит, у меня вышит небольшой совсем кусочек вот на тыковке. И видите, здесь очень частые смены нити. Ну, вот, например, да? Там, где я вышивала. То есть, здесь достаточно кропотливо будет. Поэтому я думаю, что тысячи на этом сюжете пойдет не так уж быстро. Кстати, здесь и каунт поменьше. Если это Моника, значит, она какого там? Три второго каунта. Это, может быть, она еще и подсела после окрашивания. И не то, чтобы тяжело, но не знаю. Ну, в общем, что-то с этой работой. И вот у меня эмоции, что было не так легко. И энтузиазм, и немножко поугас. Дальше давайте смотреть. Следующее тоже, как вы понимаете, осенняя схема. Она прям рядышком идет. И это вот такой круг от Ксении Вознесенской. Это серия с колодцами. Там разные времена года. И у меня все четыре времена года куплены. Но я начала осенний, потому что он мне больше всего нравился. Он, кстати, больше всего вышел. Давайте посмотрим, что у меня здесь готово. А готово не так уж прям, что много. Вот так я вам покажу. Да, это вот кусочек самого колодца. Это выглядит вот так. Это, если я не ошибаюсь, тоже Моника. Но каунт, наверное, здесь все-таки 28. Эту я работу уже не красила. Ничего такого белого цвета, как и купила, так и вышиваю. Значит, здесь в целом, пока я вышиваю колодец, не так, чтобы прям совсем большие куски. Но, тем не менее, видите, есть такие моменты, где можно повышевать не так часто меняя нить. Хотя и бывают вот участки, где надо будет делать какие-то протяжки и так далее. То есть тысячу здесь будет сделать, ну, не то, что прям совсем просто, но, наверное, не так уж и тяжело. Мне очень нравится эта работа, поэтому я надеюсь на энтузиазм. Вот этот вот замок, не буду сейчас открывать, потому что, наверное, сейчас это будет все очень долго. Я его тоже, видно, да, привидение, все дела, Хэллоуин будет. Следующая, это, значит, сегодня не осень, а вот эта вот лисица прекрасная. Она, несмотря на то, что она абрикосовая, и вроде как абрикосы у нас не осенью, да, а очень даже летом, для меня она все равно осенняя. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Ну, наверное, в первую очередь из-за оттенков самой лисицы. Значит, это у меня все-таки осенняя работа. Я пытаюсь понять, где и что я вышивала. Вот так. Это, наверное, значит, вот так. Вот так, наверное, это. Это мурана тоже очень-очень красивого цвета. Сейчас скажу, какого. Вот, мурана 60-16. Что-то у меня тут свитерочек обрезает. Линька сезонная. Так, значит, что вот. Это у меня под носом, да, грудка, лисички. Я надеюсь, что каждую работу я еще в процессе, когда буду брать, покажусь красивым цветом, цветом, чтобы все передавалось и так далее. Ну, периодически, когда я так вот подношу, она получше передается. Значит, здесь мурана и здесь помельче каунт. Все, скажем так, это не из-за того, что помельче каунт, и поэтому мне сложновато было. Но здесь тоже больше шахматки. Поэтому тоже эмоции были, скажем так, я очень горю этой лисицей, но вышивать мне было не так уж и просто. Я вчера сидела, примерно думала и подумала, что было бы здорово, наверное, уйти в априкосы. Не потому что, опять-таки, лисица мне не нравится, а просто здесь, здесь, в принципе, да, объекты такие большие, нет прям деталей-деталей, и долго надо вышивать для того, чтобы что-то получалось. Поэтому, естественно, если я тысячу вышью, скорее всего, здесь ничего особо там не изменится. Но, тем не менее, я думала, что, может быть, уйти вот сюда в листья, и здесь как-то у меня такое ощущение, что поменьше шахматки, хотя она все равно есть. Несмотря на то, что схемы Юлии Золотовой, это схемы Юлии Золотовой, не самые простые, я их безумно люблю, это прям моя любовь, любовь. Но шахматки тут приличное, приличное количество этих блендов, но результат заслуживает таких страданий. Но не то, что страданий. Следующая работа, которую я, кстати, пропустила, когда первый раз читала, вот я вам сказала, да, что я посчитала сначала 9 работ, а потом оказалось, что их все-таки 10. Мы уже с вами посмотрели 4, это, значит, 5. Это схема Яна Миносян. Я не помню, как она называется оригинально, я ее называю Ушуая, потому что она мне напоминает место в Аргентине, в котором я мечтаю побывать. И вот можно сказать, что Юна желание. У меня здесь вышит маяк. Сейчас я вам его покажу. Так, я вышиваю здесь на турецкой равномерке от Хобианы, которая неравномерная. И я там, мне предложили ее постирать, я попробую, хотя моя подруга Наташа стирала и ничего не добилась. Нет, может, конечно, Наташа неправильно стирала, в чем я сомневаюсь, но я, наверное, все-таки тоже попробую постирать. Не знаю, что это изменит, но пока еще немного вышит, попробую. Значит, вот маяк у меня вышит, и немножечко я тут двинулась, да, в елке, в фон. Значит, что здесь? Здесь в целом должно быть не очень сложно. Вот, елочки и типа... Ну, я думаю, что пойду я, да, дальше немного вот в елке. И надеюсь, что будет здесь не так сложно, но, наверное, сложность будет в том, чтобы решиться постирать уже эту ткань на всякий случай и убедиться, что ничего не изменилось. Я там подбирала... Короче, отсчитывала, чтобы меня не разнесло маяк, чтобы он совсем в термос не превратился, потому что и так девочки говорят, что этот маяк похож на термос. А если бы его приплюснуло, ну, представляете себе, что было бы. Значит, вот этот вот опосум, его, в принципе, тоже можно было бы отнести к осени, но я его почему-то к осени не отношу. Вот этих дамочек, да, с тыквой, я отношу к Хэллоуину, поэтому нет. Значит, Новый год, Новый год, весна. Вот этого бобра тоже, в принципе, можно видеть, там осенние листья, но мне кажется, там главное не столько осень, сколько бобер, поэтому я тоже не отношу. А вот эта вот работа, на мой вкус, очень даже осенняя. Это снова Юлия Золотова, один из моих самых-самых любимых дизайнеров. И опять-таки здесь, не так уж, чтобы прям совсем все просто, я начинала вышивать двери. Сейчас я вам все покажу. И видите, здесь кусок двери уже такой приличный вышит, можно будет бэкстич сделать и на этом, в общем-то, немножечко схалдурить, скажем так, быстрее добрать эту тысячу крестиков, потому что дальше тут, в общем-то, не могу сказать, что прям большие участки. Нет, тут, как обычно, достаточно, достаточно частая смена нити и так далее. Так, я вышиваю тоже на потрясающе красивом цвете. И это, по-моему, пермин. Сейчас, значит, вот у меня что получилось уже. Не очень ровненько, конечно, но это явно 32 камп, но, по-моему, это не Белфаст, а именно пермин. А, он, наверное, не подписан, да, извините. Но это пермин, по жесткости чувствую. Вот, очень красивый цвет. Если вам интересно, что конкретно за цвет, у меня там в другом месте записано. Вот, очень красиво. Он такой сероватый, зеленоватый. Очень-очень благородно выглядит. Значит, вот такая работа. За счет бэкстич, я думаю, что тысячу здесь можно будет легко набрать. Дальше. Значит, вот эту работу вино. Почему-то мне иногда виноград-вино напоминает про осень. Ну, потому что, не почему-то, наверное, потому что виноград все-таки к осени зреет, да. Но, тем не менее, я не относила к осени. Значит, Дракула, он у меня будет на Хэллоуин. Вот эту работу Джанлин я вышиваю. Ну, вы уже видели, наверное, в отчете за май. Тыковку тоже на Хэллоуин. Вот этих ребят, это, кстати, тоже Юля Золотова, тоже будет на Хэллоуин. Дальше тут зима и не сезонная. А вот эта работа. Значит, у меня здесь вышит вот этот фрагмент с яблоками полностью. Это сэмплер, был такой сэмплер от Джанлин. А у меня авторская схема Ольга Ланкевич. Она большая, прям даже огромная. Я не буду полностью разворачивать вам вот этот вот кусманище, весь отрез. Я вам покажу просто яблоко, которое уже... Яблоки с корицей, да, которые уже готовы. И я думаю, что здесь я буду прям совсем халтурить. И, наверное, эту работу я буду оставлять на... Последнюю, знаете, типа там успевать не буду, вот чтобы добить. Я пойду вот в эту кусочечку. Вот в эту кусочечку. В этот кусочек. Видите, они... Здесь вот нет крестиков. Это такая панелечка длинненькая. То есть не в кукурузу пойду, а вот именно вот эту вот панельку с желудями. Почему? Я на самом деле хочу повышевать вот эти тыквы следующими. Чтобы не делать вот этот отступ, да, от яблок сюда. Мне кажется, я вышью панельку. Вместо того, чтобы идти к кукурузе, пойду просто сюда. Ну, да, очень мудрёно, но тем не менее, вот мне захотелось. Я думала насчёт желудей. Но потом что-то подумала, что не хочу всё-таки тыквы. И вот поэтому пойду вот в эту вот полосочку. Так. Значит, это мы уже сколько посмотрели? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть три должно остаться. А почему у меня два? Подождите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Посмотрели семь, чего-то мне не хватает. Так, ладно. А, нет, всего мне не хватает. У меня здесь три. Всё правильно. Так, давайте немножечко... Так, тороплюсь, тороплюсь. Значит, это зима, это не то, это зима, это зима. В общем, следующая осень. Это вот эта работа. Это Александра Кулакова. Я не помню, как она там называется. Уютная осень, ещё какая-то осень. Вот такая девчушка с книжечкой. Я здесь тоже, в общем-то... Смотрите, сколько я вышла. Могу пойти в бэкстич, чтобы быстренько, скажем так, тысячу-то эту нагнать. Но, чтобы пойти в бэкстич, здесь надо всё-таки, видите, какие-то крестики, да, делать, чтобы была возможность пойти в бэкстич. Потому что иначе этот бэкстич очень быстро уйдёт на те участки, которые ещё не зашиты. И, в общем-то, сорвёт мне мой грандиозный план халтуры. Но, с другой стороны, вот, видите, участки есть такие приличные, одним цветом. Тут были какие-то совсем невыносимые участки, например, где-то в каких-то подушечках сейчас. Пытаюсь найти. А, тут ещё какой-то полукрест был. Ну вот, да. Ну, такое. Но, в целом, в целом, вот, тут, например, видите, проще тут показать, значит, вот квадратики. В принципе, можно, но всё равно протяжечки вот эти надо будет делать. А потом вот здесь и здесь, ну, отсюда же я же не буду протягивать. Поэтому были такие кропотливые участки. Книга тоже достаточно тяжело шилась, потому что я, по-моему, не делала протяжек голове. Вот один цвет волос и один цвет в книге. И вот, ну, там, рука, понятное дело, лицо. Но, тем не менее, вот эти такие более сложные участки уже вышились в фоне. Тут надо смотреть внимательно, потому что есть полукрест в одну нить. По-моему, в две тоже. Или всё в одну? Одна, одна. Нет, значит, в одну. Это я, наверное, сначала хотела вот две сделать. Ну, вот, то есть, в принципе, здесь можно будет, наверное, легко и быстро сделать тысячу за счёт бэкстича. Дальше смотрим. Это не осень, это не осень, это не осень. Вот она, следующая осень. Я очень люблю этого оленя. Я его, видите, почти вышила самого оленя. Но у меня нет бэкстича в рогах. Но и, видимо, не будет, потому что надо сначала фон сделать. И у меня нет у этого оленя копыт. Можно уйти в копыта. Видите? А можно уйти куда-нибудь в дерево. А можно всё-таки сделать бэк на рогах. Но для этого сначала вот пошить здесь. То есть, в принципе, можно будет куда-то подумать, решить, где мне комфортнее и быстрее. Вот здесь, да, здесь бэкстич есть в разное сложение. В одну, две и три. И, по-моему, даже четыре сложения. Сейчас я не вспомню. Так, вот, полукрест. Один, два, три. Да, в четыре, например, есть. Вот. Ну, такая работа. Это у меня парный сюжет. Вот это вот олень. А и будет ещё озеро. Ну, в смысле, озеро. Ещё одна будет квадратная панелька. Дальше. Вот этот трамвайчик. Он у вас перед глазами. Я, соответственно, его уже повышевала. Не буду брать. Дальше идут лисички. Это шарик от Ринкази. Здесь вам видно, что я уже вышила. Выглядится вот так. Нет бэкстича. Соответственно, можно будет его сделать. И за счёт этого, опять-таки, достаточно быстро добиться тысячи крестиков. Потому что всё-таки в бэкстич... Ну, я люблю бэкстичи. Её мне не доставляет особых хлопот. И можно будет дошить вот это вот клинышко. Здесь, конечно, не очень так прям уж совсем просто. Видите, достаточно частая смена нити на несколько крестиков всего. То есть, придётся и покорпеть. Ну, вот бэкстич, а дальше страдания. Всё. Но, друзья мои, это все десять работ. Что сюда не вошло? Давайте посмотрим. Светлогорск. Я его считаю осенним. Но я его уже вышивала. Что ещё не вошло? Вот эти, друзья. Это явный Хэллоуин. Да, потому что там... Ой, зачем я всё это делаю? Вот. Да? Ну, Хэллоуин. Понятно. Что ещё? Виноград, который можно было бы ей притянуть, но я не стала. И так много всего. Ну, и всё-таки я не совсем его с осенним ассоциирую. Ещё у меня есть упоротый волк. Это схема от РТО. И я её уже вышивала. Вы видели её в отчёте за май. И ещё одна осенняя схема, которую я именно считаю осенней схемой. Это последняя моя осенняя схема. Ну, сейчас объясню. Не совсем последняя, ладно. Вот. Это мабон. Но мабон, опять-таки, я её уже в этом году вышивала. Поэтому... Так. Вот так. Поэтому, в принципе, я её не считала. Хотя, возможно, я возьму её ещё раз. Но посмотрим. То есть, я для этого марафона отбирала именно работы, которые я вообще в этом году не вышивала. Значит, и ещё одна работа осенняя. Это шмелик Луи. Ну, во-первых, я почти уверена, сегодня ещё, конечно, не конец. Ну, совсем, не совсем конец мая. Я ещё не считала голоса на июнь, за что вы голосовали. А у меня аж целых два голосования. Просто работа на июнь и работа на добивание на финиш. Я почти уверена, что там победит шмелик Луи. Но даже если бы не победил, ну, и даже если не победит, всё равно мы эту серию уже, вы, наверное, видели. Или это была какая-то там восемнадцатая, наверное, серия, да. В итоге вы это узнали, победил или не победил. Ну, не суть. Суть в том, что даже если бы он не победил, я его в этом году уже вышивала. Поэтому, в принципе, он бы всё равно не вошёл в эту десятку. Поэтому вот так вот у меня получилось. А это я закончила, соответственно. А всё остальное я не считаю осенним. И вот у меня, значит, десять работ. Я сегодня пойду погуляю и дошью всё-таки норму на трамвае. А вот когда возьмусь за работы... А нет, давайте даже не так. Я уже сейчас знаю, что я возьмусь за первую работу. Вот за эту, которую самую первую я вам показала. Да, от Татьяны Бабошки. Не буду сейчас ещё раз планшет открывать. Вы наверняка всё-таки запомнили. Что здесь панелька вот с разными, да, там пять, по-моему, сюжетов. И вот такое чудесное сиреневое небо там. Я возьмусь шить эту работу и включусь, когда здесь будет готова тысяча. Покажу вам, как здесь всё изменилось. И посмотрим, что я выберу следующим. Забыла вам сказать, что пока я не начала, предлагаю вам делать ставки. Что я там успею, не успею. И можете прямо написать в комментариях. Я хочу напомнить, что у меня каждую неделю тысяча на карте. Ещё на месяц у меня, значит, финиш, за который мы голосовали. Вернее, вы голосовали. Ещё две работы по выбору, опять-таки, за которые вы голосовали. Ещё какие-то планы. Ну, в общем, все планы на июнь были в видео про результаты мая и планы июня. И вот, как вы думаете, я всё успею, но забью на все остальные планы или буду придерживаться оригинального плана и успею там несколько работ. Я сама, естественно, пока не знаю, какие у меня будут приоритеты и чего там вообще как пойдёт. Но будет интересно, мне кажется, в конце видео все и вы, и я узнаем, на что же я способна. На дворе 1 июня, вот я даже календарик принесла, значит, я 26-го всё это записала, но не села, естественно, сразу, а села вот 31 мая. И сегодня 1 июня вот так вот закончила первую из 10 работ. Значит, вот что получилось. Я не буду сейчас, значит, я вот немножечко, видите, всё отражается, поэтому превью показывать не буду. Вот за два дня я вышила больше тысячи. У меня задача стоит вышить тысячу на каждом сюжете. Значит, что здесь появилось? Появилось здесь практически всё, потому что, когда я брала, было вот это вот, если бы вдруг забыли. Значит, я не очень люблю... Ладно, я вообще не люблю полукрест. Поэтому мне это далось не так-то просто, особенно сегодня я решила, что я быстренько... Почему-то я вчера вот сидела... Ну, я вчера немного сидела и вышила 400, ну, в эквиваленте, да? А сегодня я почему-то решила, что я быстренько с утра добью ещё 600. Обязательное включение. Это вертолёт, пролетающий над нами. Так, ну и, в общем, сегодня я быстренько решила добить 600. И вот я шила-шила-шила-шила-шила-шила. Решила посмотреть, сколько же я вышила? 98 с половиной крестиков. Думаю, зашибись. Но всё равно в целом более-менее всё нормально. И вот я смогла это всё сделать. Значит, почему я с полукрестом... Я, в принципе, полукрест не люблю. А ещё его не люблю, потому что, мне кажется, когда крестики не особо ровные, они как-то, понимаете, они всё-таки складываются в какой-то сюжет, в какой-то объект. И там обычно есть бэкстич. И вот как-то сам объект и бэкстич немножко сглаживают вот эту вот кривизну. А полукрест, он обычно без бэкстича или там с минимальным бэкстичем. И, соответственно, это фон. И если фон кривой, то это как бы, ну, знаете, не очень. Это потому и бэкстичем не перекроется, ничем не перекроется. Вот, поэтому... Ну, тем не менее, я, конечно, стараюсь делать их поровнее. Но если вдруг не получается, там прям совсем трагедия и не дело. Значит, чуть-чуть я ещё и крестики начала вышивать, потому что вот этим вот цветом... У меня здесь между вот этим светло-жёлтым и ещё одним тёмно-жёлтым тут ещё будет цвет. Он пока пропущен, потому что он... Ну, в общем, мне было им неудобно вышивать сейчас. Поэтому я взяла сразу цвет потемнее. Вот этот цвет потемнее. Тут уже крестики, понимаете, или пошли. Вот. Поэтому стало чуть-чуть полегче. Значит, всё. С этой работой я закончила в этом своём таком экспресс-марафоне. И следующую работу возьму вот шарик от Ринкази с лисичками осенней. Буду заканчивать вот эти вот два клинышка. Почему эту работу беру? Ну, вот просто она первая в пакете с осенними процессами лежала. И, соответственно, сегодня, 1 июня, я её сегодня вышивать не буду. А когда буду вышивать, не знаю. Но когда вышлю, подключусь и покажу, что получилось. Дорогие друзья, сегодня, на самом деле, уже не второе, а 3 июня. Я и мой творческий беспорядок вас приветствует. Значит, сегодня 3 июня. Но почему второе? 2 числа я взяла вот этих чудесных лисичек. И второго же закончила. Вышла на них, весь день их вышивала. И вышла тысячу крестиков. Давайте посмотрим поближе, что с ними получается. Значит, у меня не было вообще бэкстича на этой работе. И я, соответственно, сделала вот на этом клинышке. И вот где смогла, на мордочке у этих лисичек, куда дотянулась, там и сделала. Значит, не закончила клинья. Ни то, ни другое. Но начала третье. Логично? Логично. Значит, запилила в этот раз. Я, по-моему, раньше их запиливала в маленькие норки. И поэтому вышивала вот примерно вот на этом участке. Потому что полностью к линии не влезали. А в этот раз я решила запялить прям в большие. Да, от этого натяжка, конечно, немножечко страдает. Но не так, чтобы прям совсем критично. И вышивать все равно было достаточно комфортно. Зато не надо 150 раз переставлять пяльцы. И объем запеленный участок больше. И получается, что можно, не переставляя пяльцы, работать на большем куске. И мне это для конкретного случая было как раз-таки на пользу. Ну и вот получилось выше 1000 крестиков по саге. Я не принесла планшет, чтобы вам это доказать. Я надеюсь, что вы мне и так верите. Значит, здесь хочется сказать, что аромата такая непростая. Здесь вот, по-моему, два цвета. И вот этим вот жёлтым, это, по-моему, 743, им вышивается более-менее. Здесь был достаточно большой участок. И здесь я, по-моему, этим цветом как раз добивала 1000. Вот здесь, помню, были белый, серый и бленд из белого и серого. Как-то ещё тоже более-менее. А вот всё остальное, это вот, видите, вот тут вот, например, здесь два цвета зелёных и бленд. В общем, и всё это по два, по три крестика. То есть, вот эти вот листочки даются, знаете ли, потом и кровью. Ну, конечно, не совсем так, но, тем не менее, да, участки такие кропотливые здесь имеются. Вот ушки, например, тут тоже, видите, тёмный, светлый, ещё посветлее. И всё это по три, четыре, пять крестиков. Здесь вот ушки почти, по-моему, доделаны. Можно бэкстич делать. Здесь вот, например, это сделано, а тут не сделано. А тут, видимо, начато какое-то следующее ухо, или это лапа, или я не знаю что. Но, да, в общем-то, не могу сказать, что прям, что сел и быстренько сделал 1000 крестиков. Нет, всё было совсем не так. Тем не менее, сегодня, как вы понимаете, 3 июня, у меня две работы из 10 готовы. И вроде бы, казалось бы, что так это я бодренько пошла. Но я бы так не сказала, потому что мне нужно до 21 числа вышить. И ещё получается сколько? Восемь работ. Я, когда думала, что мне их девять, я подумала, что это три работы на неделю. А на самом деле каждый день 1000 крестиков я вышивать не могу. И получается, что там один день 500, второй день 500 и три работы. И вот вам уже 6 дней 500 крестиков и всё. А у меня вообще-то ещё другие работы есть. Поэтому, как бы, пока я начала активно, но это не значит, что оно и дальше так пойдёт. Значит, следующую работу я возьму ещё более сложную. Это будет веночек от Татьяны Бабошка. Здесь достаточно всё просто. В том плане, что здесь частое, очень-очень частое смены нити. И действительно все цвета вышиваются, вот видите, вот так вот. Чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Чуть-чуть. Я подумала, что буду я изначально брать такие работы более кропотливые. А те, что полегче, оставлю на потом. Наверное, так будет логичнее. Я, в принципе, даже уже себе расписала примерный план действия. Сейчас я его весь озвучивать, конечно, не буду, потому что вдруг что-то поменяется. Но вот следующую работу возьму вот эту. Посмотрим, сколько дней она у меня займёт. Тем более, выходные я вышиваю гораздо меньше. Ну, пока успеваю. Пока без ущерба всему остальному. А дальше посмотрим уже во следующем включении, что у меня получается и как я там продвигаюсь. Знаете, после хорошей уборки никогда ничего невозможно найти. У нас выходные были гости. Я что-то прибиралась и всё. Календаря нет. Хотя сейчас я вот тут смотрю так. Кажется, я его нашла. Ну, естественно. Ищешь, ищешь, всё обрыло. А он вот под рукой лежал. Между вот этими коробочками. Так, значит, всё, что я вам сказала, забудьте. Сегодня... Одной рукой сложно. Вот, шестой. Шестое июня. Привет от соседей. Изначально они это делают целый день, поэтому я лучше быстренько сниму и расскажу, чем буду ждать, когда они это прекратят делать. Значит, я, как вам показала, 6 июня сейчас. Но вышла я вот эту штуку. Закончила норму в тысячу крестиков. Вчера, 5-го числа, уже поздно вечером. Вышивала я, кстати, тысячу здесь всего 2 дня. И здесь процесс продвинулся. Там я не помню, сколько процентов было очень мало. До 12 с половиной. Как раз гости спрашивали, тихий ли у нас дом. Я сразу вспомнила, как я снимаю. То собаки лают, то голуби ворчат, то сосед ржёт, как невменяемый, то, значит, лифт восхитительный. Теперь вот ещё и сверлят. Это, собственно, дом, это квартира в соседнем доме. Вот кот, помните, у нас переехал. Вот это там всё веселье происходит. Значит, смотрите. Несмотря на то, что тысячи здесь прибавилось, как вы понимаете, тыква так и не сформировалась. И есть совсем небольшое количество участков, количество участков, небольшие совсем участки, где более-менее видны уже полностью полноценные переходы. Где-то что-то... Слушайте, крестики я, конечно, старалась. Вот и Марусь пришла. Вот хвост на её, хвост, посмотрите, так мелком, но тем не менее. Значит, я старалась здесь, конечно, делать крестики поровнее, но... Вики, сейчас я тебе... Она здесь просто спит зимой, а я тут, понимаете, заняла место у окошка, потому что у нас сегодня ещё и басмурно, ничего не видно. Так, буду ускоряться, потому что, если не соседи мешают, то у окошка мешает. В общем, ровных крестиков у меня здесь не получалось от слова совсем, потому что шахматка вот эта невыносимая, очень много разрозненности, но тем не менее как-то вышивалось более-менее ничего. Ты хочешь засветиться в кадре, да? Вот. Красавица. Так, и я изначально не хотела вообще выходить за пределы этой тыквы, но вот ниточки оставались, и тут рядом, ну чё уж, нитку обрезай. В общем, здесь будет какой-то листик, а здесь, по-моему, ещё какая-то тыква, а вот здесь, по-моему, ягодка. В общем, тысячи прибавилось. Как вы понимаете, работа-то вообще в целом небольшая. Там, по-моему, девять тысяч всего. В общем, остаётся восемь с чем-то. И могла бы работа идти... Могла бы работа идти быстрее, если бы не была бы такой всё-таки сложной. Знаете, напомнила она мне по сложности... Ну, это, конечно, я так немножко преувеличиваю Волкову. У Волковой тоже вот такое три крестика одним цветом, другим. Единственное, что здесь было без блендов. Ну, вот всё, что я вышивала здесь без блендов, и то, что пропуски... Я вообще не помню, там то ли один бленд, то ли вообще блендов нет. Ну, в общем, с блендами там всё не так уж плохо. Это вот тоже подстилка кошки, так что, ну, вот так вот. Вот. Шло не так плохо, как изначально казалось, но, видите, вот белым. Три крестика вот здесь. Потом вот здесь сколько? Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. И вот здесь пять. И, как вы понимаете, протяжки между этими я делать не буду. И вот всё вот так. Ну, неважно, тысячу вышло. Хочется мне, конечно... Мне очень интересно всё-таки, когда вот полноценно всё будет готово, и я буду бэкстич делать, понравится мне или нет. Потому что всё-таки на превью... Не то, чтобы оно сильно отличается от превью, просто по превью мне казалось, что это какие-то более плавные переходы, и не настолько вырвиглаз. А на самом деле цвета очень-очень яркие. Другое дело, что есть некоторые нитки, которые мы видим рыжими, например, а они в сочетании с другими кажутся больше коричневыми. Например, в волосах используются. Я иногда в волосах использую цвета. Думаю, ну, зачем такой жёлтый цвет-то? А он потом в сочетании с другими кажется не таким и вырвиглазно-жёлтым. Может быть, здесь произойдёт так же, но пока я это не могу оценить, потому что, как вы видите, несмотря на тысячу пропусков, ещё достаточно прилично. Значит, всё про эту работу. Вот за два дня тысячу выполнила. Следующей работой будет олень. Что-то тут мусор на нём какой-то. Это олень. Там была панелька. Вернее, не панелька, там два варианта. Либо панелька и такой длинный сюжет. Либо можно было вышить как два квадрата. Я решила вышивать как два квадрата. И это у меня вот будет первая часть. Когда закончу олень, возьму второй квадрат озера. Значит, начинала я его в прошлом году. Как-то прям у меня любовь с ним случилась. Я единственное, что забыла, автора подпишу. Значит, не решила, куда я буду идти. Я вчера ниточки собирала на этот сюжет. И, наверное, буду идти всё-таки в фон. Он здесь преимущественно полукрестом. Есть какие-то вкрапления и крестиками. Но вот, наверное, пойду в какую-то одну сторону. Либо сюда, либо всё-таки сюда. Не решила пока. Думаю, что в следующем кадре мы посмотрим, как он у меня располагался на пяльцах. И сколько там. Ну, вышить тут я тоже планирую, естественно, тысячу. А вот что и как быстро вышлится, увидим уже в следующем кадре. Сегодня у нас не свернут. Сегодня у нас лает собака. Поэтому я снова ненадолго. Сегодня 7 июля среда. И я уже... Да. Я уже вышла норма в тысячу крестиков на оленя. Значит, что здесь я делала? Как вы понимаете, я ушла ни в какой, ни в бок. Так, что-то у меня там кошка рушит. Ну, ладно, потом изучу. Так, значит, я ушла не совсем в бок. Хотя, вот видите, всё-таки я старалась в этот угол идти. Но больше всё-таки двигалась именно вверх. И заполняла все пространство вокруг его прекрасной и мордой, и ушей рогов, чтобы сделать бэкстич на рогах. Значит, бэкстич я сделала. Свет немножко, может быть, не самый идеальный, поэтому не очень хорошо видно. Но вот бэкстич на этом участке, именно на самом животном закончен. Будет ещё немного бэкстич в листве. Видите, здесь такая мешанинка цветов. Здесь есть и крестики, и полукрестики. Крестики в одну, два и три сложения. И вот, достаточно пятнисто получается. Мне очень нравится, потому что, ну, во-первых, это что-то такое необычное в авторских схемах. У меня ещё такого не было, чтобы... И вот такая вот смесь была, и очень много разных сложений, и крестики. И при этом неполная зашивка. Вот здесь, например, уже всё, больше ничего вышиваться не будет. А здесь ещё, да, будут и крестики, и бэкстич, как я вам сказала. И даже, по-моему, будет несколько... Немного полукреста в четыре сложения. Значит, мне нравится эффект. Но не могу сказать, что это, конечно, легко прям вышивается. Местами мне не очень нравится, как ложатся полукресты в три нити. Но я стараюсь. Делаю, что могу, что от меня зависит. Значит, ну, вышилось достаточно легко. Хотя, как вы помните, я полукрест не люблю. Мустра, да, и вот это вот всё. За вчерашний день у меня получилось там сколько-то, 600 с лишним. И сегодня остаток. Я вот вышила, и вышила даже ещё оставалась. То есть могла бы дальше не вышивать полукрест, вернее, по этот бэкстич, но решила уж всё-таки доделать полностью бэкстич на том участке, который у меня сейчас запелен. И уже полностью здесь всё вокруг вышло, поэтому позволяет завершить бэкстич. Вот, значит, прекрасный олень. Очень мне нравится. И он продвинулся. Сейчас здесь, по-моему, 22% готово. 22% с небольшим. Следующий будет очень мало продвинутая работа. И это кусочек колодца от Ксении Вознесенской. Ну, мы вначале посмотрели все работы, поэтому я не буду превью вам показывать. Вы, наверное, что-то помните. Всё равно очень многого не появится. Буду я, наверное, продолжать вот эту вот структуру самого колодца вышивать. И, ну, естественно, план тоже продвинуть на тысячу крестиков. Я единственное, что думаю, что сегодня я уже к этому приступать не буду. И, возможно, завтра тоже. И возьму уже там в пятницу, да, работу вот такая достаточно, ну, побольше, по-моему, даже, чем олень. Вот, поэтому как бы от тысячи крестиков здесь немного изменится, к сожалению. Но вот, тем не менее, хотя бы на тысячу продвину и вам покажу, что здесь получается. Здесь, кстати, белая Моника, а вот здесь была слоновой кости Линда. На Линде мне очень приятно вышивать, потому что она, помимо того, что крупный каунт, она такая более, что ли, шероховатая, а Моника такая более скользкая. Вот почему-то она шероховатая, поприятнее вышивать. Как я и говорила, восьмое слое я не вышивала, так, хорошо оторвала, не вышивала сильные сюжеты, а вот девятого в пятницу и десятого в субботу я вышла норму на осеннем колодце от Ксении Вознесенской. Значит, здесь все очень бодренько пошло, поэтому я в первый день прям так что-то 700, по-моему, крестиков сделала. И в субботу вчера, сегодня 11, да, я записываю. Чуть позже, в общем, вчера я закончила эту работу, но было уже там, я недолго посидела ближе к вечеру, и уже было достаточно темно, поэтому решила я сегодня при естественном свете записать. Значит, я делала часть, которая низ, да, то есть основание, скажем так, колодца, да, вот эту вот деревянную конструкцию, и вот тут дерево, здесь дерево, это какие-то, наверное, металлические штуки. Ну, не судя, да, здесь до появления чего-то более конкретного, ну, вот ручка от колодца, да, которую крутить, до чего-то более конкретного все-таки здесь еще далеко. И вот я немного травки внизу повышевала, да, по этой травке даже не скажешь, что сюжет-то вообще-то осенний, там вся основная композиция, не буду сейчас опять показывать превью, мы смотрели все эти превью в начале, там более такая осенняя история именно в деревьях наверху, а вот внизу там вполне себе зелено. И, значит, я вот вчера закончила эту работу, потому что здесь немного оставалось норму, в тысячу крестиков я вышла, и сразу же взяла другую работу, уже даже немного повышевала. Значит, и сегодня, вот сегодня я говорила, что 11-е, да, 11-го буду, наверное, заканчивать, я постараюсь сегодня закончить, хотя там остается что-то типа 650 крестиков, а выходные у меня не всегда продуктивные дни. Значит, это, по-моему, называется «Уютная осень», схема Александры Кулаковой. И вот, кстати, ее я принесла, потому что кое-что хочу показать. Значит, я здесь немножко буду вам отражаться, но я думаю, что это не критично. Я хочу, ну, уже начала заполнять вот здесь все, что пропущено в самом диванчике. Там были пропущены некоторые участки в некоторых подушечках, в пленде тоже, в самом основании. И то, что я вчера так ударненько повышевала, это вот эту вот коричневую подушку, вот эти две желтые, и вот само, это, наверное, качели, да, судя по тому, как они подвешены, вот эти вот основания вот здесь и вот этот вот рисунок фигурный на этих качельках. И получилось вот, что все еще остаются здесь некоторые дырочки. И, значит, здесь микро стежки еще есть, микрокрестики. Вот в глазике у меня остается этот микрокрестик. И немножечко я хочу еще сделать полукреста вокруг. Вот здесь не везде он закрыт, видите? И начать уже бэкстич, чтобы все-таки картинка тут красивая, да? Но пока без бэкстича она невнятная, нечеткая. Но я поймала себя на мысль, что эта работа мне, в принципе, нравится. Она мне нравится вот, да, потому что здесь изображено. Девушка с книгой, я люблю читать. Такая вся осенняя атмосфера. Я выбрала такую основу, видите, темную, и, возможно, даже там такая погода не очень хорошая. А вот ей тепло, уютно, приятно сидеть. Наверняка здесь какой-то... Либо все-таки теплая осень. У нас вот до недавнего времени была такая прям совсем... Теплая-теплая осень была. Очень прям даже жарко, я бы сказала. И вот буквально вчера вечером, как у нас в новостях говорят, полярная волна пришла. И экстремальные морозы прям-таки. Ну, для конца осени, а у нас еще конец осени, да, для 11 июня говорят, что это за последние годы самые низкие температуры. Это что-то типа 4 градуса ночью и 11 максимальное днем. Действительно холодно. И холодно еще и потому, что, ну, скачок очень резкий, да, до этого было прям жара-жара. Значит, вернемся к сюжету. Помимо того, что вот мне нравится общая атмосфера, как я вам сказала, мне нравится, что здесь везде, везде куча разных деталек. Ну, фон, да, такой достаточно однотонный. Вот здесь вот как колонна и немного где-то в потолке. Может быть, пол еще. И стена. Но все равно это все разбавляется. Вот здесь вот цветочки, здесь цветочки, фонарики. Наверху тоже фонарики. То есть должно быть весело. Очень много деталек, очень много всего можно рассматривать. Очень здорово. Значит, что, наверное, единственное, что меня как бы может немножечко смущать в этом сюжете, это белый свет в фонариках. Потому что все-таки, если это настоящие свечи, они более теплый цвет дают. Ну, на мой вкус. Ну, не суть, я не буду к этому придираться. В принципе, мне кажется, все достаточно гармонично выглядит. И мне нравится, как это в процессе вышивается. Вот эти, кстати, белые пятна. Это первые вот эти вот блески от гирлянды. Значит, здесь я вышла вчера немного и планирую сегодня, как я уже сказала, закончить эту тысячу. Это у меня шестая работа осенней из десяти. И, как я вам сказала, сегодня одиннадцатая. То есть остается меньше, ну, десять дней, да? И это получается... Ну, вот я сегодня работу закончу и там получится даже больше, чем по два дня на схему. Но я все-таки беру какие-то еще перерывы и, значит, что-то как бы... Основные работы все-таки, я не считаю эти осенние, работают своими основными за месяц. Основные работают вот у меня карты мира и так далее. Ваш выбор, финиши, все это вы посмотрите в другой, в отдельной серии. Я просто так спойлер небольшой скажу, что я все-таки там двигаюсь по плану. Это не то, что я вышиваю вот эти работы в ущерб каким-то другим. А я даже успеваю какие-то там свои, скажем так, долги повышевать. Ну, это все вы увидите уже в другой серии. Но пока вот, видите, двигаюсь хорошо. И даже если раньше я думала, что может быть какую-то одну работу не успею, то сейчас я думаю, что возможно даже и успею. Почему возможно даже, раз я говорю, что я так хорошо двигаюсь, все-таки следующая неделя рабочая, у меня будет такая более насыщенная какими-то рабочими и личными делами. Возможно, времени на вышивку будет меньше, но за счет вот плохой погоды, ну как плохой погоды, холодной очень погоды, прогулки уже не такие длинные, как летом. Да, выбираюсь я меньше. И если выбираюсь, сделаю все быстренько. И возвращаюсь обратно в свою берлогу. Поэтому вот да, вышиваю побольше. Так что вот так вот у меня все продвигается. Закончу эту работу сегодня и думаю, что если завтра, ну завтра, наверное, не получится у меня взять следующую, вот когда следующую буду брать, покажу, что там следующую. Кстати, следующую работу несколько раз просили, вот, сделать работой месяца, но, к сожалению, не было у нее большинства голосов. Вот, в общем, через секундочку уже увидим, что это за работа и как продвинулась эта девчушка. Вторник, 13 число. Кстати, в Аргентине именно вторник, 13-е, это такой вот день, как мы привыкли, пятница, 13-е. У них именно вторник. Ну, будем надеяться, что сегодняшний вторник будет нормальным. Значит, смотрите, девушку я побекала, и здесь вышло 1100 крестиков. Но я не могла остановиться, понимаете, на бэке, на полпути. Постараюсь максимально близко показать вам. Смотрите, вот пледик. Я стала бэкать. И очень мне нравится, на самом деле, как вживую видны вот эти вот полукресты, которые создают бахромушечку. Здесь тоже будет бэксинж. Это я просто уже не доделала. Не доделала вот здесь, не доделала вот тут. Ну, по самой кромке качели просто не позволяет мне, потому что тут будут крестики. Подушки не сделала. Но главное, мне хотелось сделать бэк на девушке. На ней все равно еще будет светлый бэкстич, и я до него тоже не добралась. Давайте покажу. Вот лицо максимально близко. Видите, там виднеется в глазу маленький-маленький мини-крестик зеленого цвета. Не знаю, насколько это видно или не видно. Вот. Мне очень понравилось, какое у нее получилось в целом линчика. Что мне не понравилось, какие получились руки. Но тут скорее моя вина. То есть по саге, по схеме, там все прилично с руками, но вот у меня не очень ровно легли эти стежки бэкстича. Я уж их даже пыталась исправить, но что-то как-то не получилось. Ну, издалека, наверное, как бы руки и крюки, и ладно уж. Вот. Наверное, не буду я менять. Дело в том, что еще я вышиваю здесь на турецкой равномерке. Это не та, которая от Хобианы, которая неравномерная. Это другая. Мне ее подарила Настюшка, моя подружка, у которой тоже есть канал. Оставлю на нее ссылочку. Она молодой блогер. Поддержите молодого блогера. Значит, Настюшка не помнит, что за ткань такая. Но суть не в том, что какая-то ткань, она достаточно мягенькая. Вообще она по ощущениям похожа на украинскую равномерку, именно вот тактильно. Только единственное, что та на мой вкус очень тягучая, и на ней совсем бэкстич отвратительно делать. А вот эта не тягучая, хорошая. Она на все равно мягенькая, и когда делаешь бэкстич, он часто туда проседает между крестиками. Ну, короче, он больше, что ли, проседает, чем на, например, достаточно тверденькой мурана. Ну, это вот по моим ощущениям. Может быть, кто-то не согласится. Вот. И думаю, что может быть еще из-за этого, а может быть просто из-за того, что у меня руки кривые. Вот. Ну, вот такая вот девчушка у меня получилась. В целом, я очень рада, что уже как-то намечается, ну, то есть, главная героиня появилась практически полностью, да, я сказала, немножко бэкстич остается. И вообще, очень так прилично работа продвинулась, качельки готовы, и главное, что дальше остается тоже очень много разных красивых деталек. Давайте не будем затягивать. следующую работу, которую я возьму, и это вот, наверное, не очень узнаваемая, но тем не менее, это абрикосовая лисица от Юлии Золотовой. Это та самая схема, за которую стабильно голосует там буквально один-два человека, и я надеюсь, что вы порадуетесь вместе со мной, что я ее немножечко продвину. Значит, я буду двигаться вниз, там абрикосы и лист от абрикосового дерева, да, значит, понятно, что за тысячу крестиков не появится ни то, ни другое, но просто я отмечу, что вот это вот была, скажем так, грудь колесы. Вот я эту грудь продолжу вышивать и уйду туда уже в листочки и фрукт, и мы посмотрим в следующем включении, что у меня получится через тысячу крестиков. 16 июня, пятница, я закончила вот эту работу вчера, 15 июня, и вчера же начала новую, но давайте по порядку, значит, это у меня абрикосовая лисица, как вы видите, здесь что-то появилось, но все это, ничего не понятно. Ну, наверное, понятно, что здесь намечается вот персик в разрезе, а вот это листочек. Я помимо, ну, я говорила, да, что я хочу пойти как раз к листочку и к, к какой персик, абрикосовую наследство, к абрикосам. Значит, я говорила, что я хочу пойти вниз, но я все-таки пошила и вот здесь саму лису, по бокам прошлась и даже вверху что-то пошила. Значит, это единственная работа на данный момент, которая заняла у меня три дня. То есть, обычно я тысячу, да, на каждой работе вышивала либо за два дня, либо вообще на какой-то работе было за один день. А вот абрикосовая лисица это три дня у меня заняло. И, в общем-то, я здесь, скажем так, есть у меня тут некоторые неудовлетворенности. Скорее собой, значит, я говорила, что это вот очень красивая мурана. Номер, давайте еще раз повторю или не повторю, он там где-то, где-то он там. Ну, короче, в начале видео было, я надеюсь, кому прямо интересно, уже увидели. Если что, спросите в комментариях, я вам напишу, когда распялю. Значит, что здесь, можно было бы сказать, да, что вот мурана, там вот часто я почему-то вижу у блогеров, вот они говорят, что мурана, там что-то у них эти крестики толкают, все не так. Я не буду такого говорить, потому что у меня есть другие процессы на мурану, у меня там ничего не толкается, у меня там хорошие крестики, а вот здесь крестики кривые, давайте смотреть. Вот. Так, кривизна крестиков, здесь я ее объясняю, ну, в первую очередь, своими кривыми руками, вот. А еще и тем, посмотрите, да, вот тут. Блин, везде, 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 очень много, понятно, очень много разной шахматки. Да, это, в общем-то, наверное, специфика схем Юли Золотовой, то есть, у нее часто такое бывает, не то, чтобы у нее всегда сплошная шахматка, но у нее достаточно сложно, наверное, в плане схемы, поэтому вот мне это дается, ну, короче, мне тяжело, поскольку, то есть, если бы я не вышивала по цветам, а вот именно наращивала бы, не оставляла вот эти вот дырочки, которые потом надо заполнять, всегда, когда я заполняю эти дырочки, получается не очень ровно. Если бы я вышивала парковкой, то, наверное, было бы лучше, но мне лениво вышивать парковкой, поэтому я вышиваю, так как вышиваю, получается не очень ровно, но вот, чем богатый. Значит, просто я стараюсь все-таки, все-таки стараюсь, чтобы было это более-менее ровно, поэтому получается, наверное, медленнее. Значит, вот здесь тысяча крестиков вышита, и не очень мне пока понятны вот здесь переходы, но вроде все должно быть хорошо, но видите, какой-то прям совсем яркий, желтый, и вот тут вот прям совсем очень светлый, это не белый, по-моему, это не белый, это, наверное, 712, какой-то такой очень светленький цвет, и темный, но потом я надеюсь, что все будет красиво, а еще я переживала по поводу вот этих цветов, чтобы они не сливались с основой, и основа нам вот сейчас, наверное, хорошо передается, видите, очень похож цвет, но мне кажется, не может оно сливаться, потому что оно выпуклое, вот, поэтому я не боюсь, что оно там сливается. Давайте дальше, не будем долго задерживаться, значит, вот, я начала следующую работу, это осенний сэмплер от Ольги Лангкевич, и я говорила, когда еще только вначале выбирала, что вот я пойду по пути наименьшего сопротивления, сделаю вот эту вот панельечку такую узенькую, столбик такой с желудями, это вот здесь будет бэкстинч, и будут такие желуди. Во-первых, когда я начала шить, вернее, до того, как я еще начала шить, я решила посмотреть все-таки, сколько там крестиков, поняла, что там до тысячи не дотягивает, здесь, по-моему, еще не хватает трех или четырех вот таких вот квадратиков. Значит, ну, в сумме, когда это все будет, там будет 700 крестиков, а не тысячи, так что мне придется залезть на другой сюжет, и, скорее всего, это будет вот этот сюжет, тут, по-моему, подсолнухи, ну, я его показывала тоже вначале, посмотрим, да, ну, когда я закончу, тогда я покажу нормально и расскажу, куда я там полезла. Значит, что я здесь обнаружила, пока вышивала вот эту вот штуку. Мне что-то казалось, что здесь желуды как-то более равномерно распределены, а оказывается, вот они здесь через два, здесь вообще, видимо, через четыре, потому что здесь не будет желудя, и потом будет еще один желуд, и все. и вот эти вот квадратики, вот это, например, квадрат, а вот здесь, то есть это не схема, как это называется, не канва кривая, а тут действительно какие-то уже, какие-то побольше. Вот, в красном казалось мне сначала, что здесь два красных, что не будет особо видно переход, потому что здесь вот два цвета, их, ну, как бы видно, а вот здесь два цвета, их не очень видно, но все-таки видно. Вот, вот так получается, вот, видите, да, тут Моника, 28-й аккаунт, крестики лучше, но тоже, знаете ли, как бы не идеальные, у меня крестики не идеальные, я их прям так вот совсем не заморачиваюсь, но вот на лисичке почему-то меня больше расстраивает, именно расстраивает даже на самой лисице, вот тут, мне кажется, прям, ну, очень видно, ну, я стараюсь все-таки не расстраиваться, вот у нас там уже ремонтные работы начались, так что я с вами пока попрощаюсь, а, прежде чем попрощаться, хочу сказать, что я вот начала отставать, мне лисицу надо было, ну, по моему плану, закончить еще 14-го числа, я ее закончила 15-го, но вот эту работу я выделяла один день, а в итоге не успела за один день, то есть сегодня у нас, как я вам сказала, 16-е, у меня остается 17-е, 18-е, 19-е, 20-е, 4 дня и 3 процесса, надо прям как-то вот, знаете, ускоряться, потому что обычно на процесс 2 дня, а у меня их всего 4, а процесса 3, ну, ладно, здесь еще 500 крестиков остается, я вот 500 вышла, 500 остается, и, в общем, ну, как, впритык, да, 4 дня, не, не впритык, короче, не хватает, ну, ладно, посмотрим дальше, что я там успею или нет. 17-е июня, суббота, у меня снова что-то пошло не так, и снова на сюжет, понадобилось 3 дня, я говорю про вот этот вот большой сэмплер, от Ланкевич, я буквально вчера, был второй день вышивки, вчера я буквально 70 крестиков не успела закрыть, и заканчивала уже сегодня, значит, как вы видите, я вообще изначально хотела пойти сюда, то есть изначально я хотела закончить вот эту вот штучечку, и думала, что там мне тысячи хватит, здесь тысячи мне не хватило, а эту штучечку я сделала, чтобы пойти вот здесь два сюжета, один с тыквами, другой с подсолнухами, у меня их все-таки два, я почему-то думала, что там оно все вместе, и в общем, когда я поняла, что вот здесь мне тысячи не хватит, я решила все-таки не идти вот сюда, а пойти к желудям, здесь будут желуди, достаточно такая темная, темный фрагмент, и я подумала, что он, наверное, один из тех, которые меньше всего мне нравятся, и, наверное, лучше делать с самого начала то, что меньше нравится, хотя вот яблоки мне очень нравятся, сейчас свет, я бы не сказала, что очень хороший, передаются они как-то темнее, вот, ну, не суть, суть в том, что я вышивала сейчас другие сюжеты, здесь, видите, темно, это я двумя коричневыми повышивала, давайте, может быть, вот так будет, не настолько темно, вот, двумя коричневыми повышивала, и чуть-чуть зелененьким, вот яблоки, вот они вот тут, вот видите, не такие темные, как казались, значит, здесь сделала и бэкстиндж, вот, и все здесь закончилось, значит, здесь тысячи есть, чуть-чуть, до 10% не хватило, и у меня остается, смотрите, у меня остаются 4 дня, я что-то вот в прошлом включении, там, запуталась с днями, вот они, 19-е, и потом будет 20-е, последний день, осени, но, видите, у нас тут выделено, вот, Деда Ля Вандер, это выходной день, и у нас, значит, объединили, поэтому суббота, воскресенье, и следующий понедельник, и вторник у меня выходные дни, то есть у меня впереди 4 дня, но 4 дня эти выходные, и, что это значит, выходные я обычно вышиваю гораздо меньше, поскольку у меня еще есть, там, какие-то обязательства по основным работам, то вот эти 4 дня на 2 работы не выглядят особо сильно оптимистичными, то есть я все-таки иду совсем-совсем впритык, значит, что мне остается, мне остается работа от Яна Миносян, вот здесь уже вышит маяк, я пойду вот сюда, здесь лесочек, да, елочки, и здесь более-менее, а, и горы, наверное, я задену, потому что, наверное, всего мне здесь не хватит на тысячу, здесь более-менее кажется не сильно сложным, единственное, что это турецкая равномерка, она, в принципе, неплохая, но не очень равномерная, и следующая работа, это вагончик лесной колдунии, от Юль Золотовой, здесь это Пермин, Пермин, по-моему, 32-го каунта, и та же примерно проблема, как и с Лисичкой, да, здесь кривовато, крестики у меня получаются, из-за того, что, да, достаточно вот такой шахматный сюжет, и ручки кривые, да, не будем все на всех валить, про себя тоже забывать не надо, значит, здесь я примерно смотрела, куда я хочу пойти, и не поняла, куда я хочу пойти, но, наверное, пойду все-таки заканчивать дверь, дверь идет вниз, и, если уж совсем там все плохо будет, в плане, не буду успевать, буду добивать все это дело бэкстичем, потому что здесь, да, вот окошко уже можно, например, обрамить бэкстичем, и к тому моменту, когда дело дойдет до бэкстича, может быть, уже что-то будет готово в нижней части двери, и тоже можно будет сделать бэкстич, вот, ну, следующее включение, наверное, уже будет последнее, с результатами по этой, по этим двум работам, и с итогами в целом. Чудеса какие-то, честное слово, смотрите, сегодня 19 июня, предпоследний день осени, а у меня закончены уже обе работы, и, таким образом, все свои 10 работ я успела вышить до зимы, в общем, я сама с трудом в это верю, давайте по порядку расскажу, что было. Значит, вчера, 18 числа, я заканчивала вот эту работу, потому что я начала 17, да, и 17, 18 вышивала вот эту, и здесь я вчера вышила остаток до 1000, и там получалось 445 крестиков. Она, кстати, очень хорошо идет, очень приятно, не могу сказать, что здесь прям совсем большие участки зашива, но и прям таких совсем малюток нет, блендов, по-моему, на этом участке у меня не было, и вообще все замечательно пошло, очень приятно вышивалась, значит, ушла я и в горы немного, да, и елочки. Эта работа, кстати, очень хорошо, сейчас попробую, выглядит издалека. Вот этот вот свет на маяке, видите, цветами переданы тени, они прям вот издалека очень классно смотрятся, потому что маяк прям становится такой 3D-шный, объемный. Крестики здесь получается, это турецкая равномерка, крестики в процессе даже вышивания очень чувствуется, что она неравномерная, что она достаточно такая подвижная у нее нити, и еще у меня ощущение, что со временем на ней будут образовываться катышки. Даже, по-моему, где-то здесь вот уже что-то такое образуется. Тем не менее, эта работа, здесь полный зашив, поэтому в плане катышек я не переживаю, в плане неравномерности. Я уже тоже говорила, что я специально посчитала, чтобы вот у меня были вытянуты и маяк, и елки, и сама девушка, а не приплюснуты, и чтобы все это жирным не получилось. Вот, поэтому, в принципе, я не переживаю, но на следующую работу, естественно, буду смотреть на какие там, на квадратные, круглые, наверное, лучше эту равномерку не брать. В общем, здесь замечательно все повышевалось, тысячи вышелось, и вчера, 18 числа, я взяла вот эту работу с мыслями, что здесь я тоже вышью где-то 400-500 крестиков, и сегодня, да, комфортно буду дошивать все остальное. Но, тем не менее, вчера вот вышло тысячу крестиков на этой работе, понятно, что здесь мне помог немного бэкстич, но, тем не менее, как вы видите, его здесь не очень много, давайте что-нибудь подложу, чтобы не так сильно светило, вот, не так, чтобы его много я повышевала, да, то есть вот этот вот фрагмент, всего лишь вот эти вот кувшиночки, или как это назвать, и чуть-чуть здесь по бокам, потому что все остальное мне не давало сильно продвинуться в бэкстич, из-за того, что не зашиты какие-то крестики. Я здесь вышивала разными цветами, и в том числе блендами, и вот у меня какой-то бленд нещадно рвался. Это пермин, пермин достаточно жесткий, он здесь 32 каунта, и очень сильно перетиралась нитка на каких-то вот светлых фиолетовых оттенках. Не знаю, почему со всеми остальными нитками было все это не так, и я бы не сказала, что, ну, я беру нитки достаточно длинные, отрезаю, но я всегда их такими отрезаю, и вот это вот случилось только на этих цветах почему-то. Ну вот, и, вы знаете, я сама поверить не могла, я вчера, когда подумала, что время уже, в общем-то, позднее, целый день сижу, вышиваю, а я, у меня, знаете, с холодами начинается такая вот зимняя спячка, я вот устроюсь у себя там в норке, и все. Я реально вчера не выходила из дома, хотя у меня была как бы такая идея, что хорошо бы было бы, но что-то не вдохновляет меня температура на прогулке, хотя дома опять-таки холоднее, все дела, но вот что-то мне не хочется. И вот таким образом я там под исторические всякие передачки на ютюбе обнаружила, что уже 900 крестиков вышито, ну и уж как бы сам Бог велел закончить уже эти 100 и тем самым добить до 1000. Ну вот и получается, что у меня сегодня 19 июня, завтра будет последний день осенью, а у меня все 10 работ закончены. Я планировала повышевать, напомню, чем мы тут занимались. Я планировала до зимы успеть вышить все свои осенние, но не хэллоуинские работы. То есть на данный момент, раз, два, три, на данный момент среди всех моих 90-скольких там, 5-7 работ, которые у меня остаются, на всех осенних работах не хэллоуинских я вышила как минимум 1000 крестиков, на каких-то вышивала давно уже, какие-то были вами выбраны. Давайте посмотрим, что я вышивала в этой серии, быстренько вспомним. Значит, я это иногда называю грибной особняк, но это неправильно. У Юлии Золотова есть другая схема, которая называется грибной особняк, и там у хамора. Это вагончик лесной колдуни. На вагончике 1000 Ланкевича. Эта схема Яна Миносян, я не помню, как она называется, я ушуая по городу в Аргентине, которая нам не напоминает. Еще была у меня чудесная абрикосовая лисица от Юлии Золотовой. Еще вышивался, вот здесь немножечко, осенний сэмплер от Ланкевич. Самой первой работой была, так, это изнанка сейчас, работа от Татьяны Бабошко, осенней зарисовки. Здесь появилось чудесное небо. Я вышивала Марины Хачановой лисичек, которые впоследствии станут шариком. Еще я вышивала непростую схему Тани Филипповой, по-моему, я правильно назвала фамилию, осенний или тыквенный веночек, я не помню, как точно у него называется. Это, по-моему, схема Перченко и это олень. Там будет еще озеро, будет продолжение этой схемы. Еще у меня был осенний колодец от Ксении Воснесенской. Вот такой прекрасный. И еще была от Александры Кулаковой. По-моему, это называется Осенние грезы. Девушка с книжкой. Расскажите, как вам мой забег, какая работа больше всего понравилась. Я могу сказать, что я, конечно, очень рада, что у меня все получилось. Я сама, в общем-то, не ожидала, что даже так заранее получится. Но, конечно, в эти дни я так себя подгоняла. В комфортном режиме я бы вышивала чуть меньше. И, наверное, продолжу я в следующем месяце делать какие-то такие, ну вот, например, хэллоуинские работы я планирую, да, обязательно также повышевать. Но буду ставить себе сроки все-таки поменьше. Мне просто в этот раз получилось 20 дней или там 21 день, потому что я придумала все это очень впритык. А на следующий раз я буду думать, чтобы времени было побольше, а работ было поменьше. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Увидимся в следующих сериях. Спасибо вам большое за ваши подписки, лайки, комментарии. До новых встреч. Пока. Пока.